Мир не без добрых людей. Убедились в этом надежды Алексея Жигалина, когда в одночасье потеряли и крышу над головой, и все свое имущество. Двухэтажный дом в деревне Васильевская, где семья из четырех человек жила несколько лет, полностью сгорел. Материальную поддержку погорельцам оказали знакомые и незнакомые люди. А вот чиновники администрации сельского поселения и района в помощи отказали, хотя молодая семья попала в трудную жизненную ситуацию. Вот здесь вот у нас был дом, да, там вот дальше огород у нас, вот бытовка, кое-что там вот, да, уцелело, может, какие инструменты, то, что там были, игрушки детские, кое-что, велосипеды. Пепелище на месте двухэтажного деревянного дома сегодня прикрыл снег, и картина не столь мрачная, какой она была в день пожара. Как говорят, в таких случаях ничто не предвещало беды. Вечером, 21 декабря, дети с мамой были на предновогодней репетиции в сельском клубе. Глава семьи на работе в Москве. В это время и произошел пожар. К счастью, обошлось без жертв. Как потом объяснят пожарные, причиной возгорания стали неполадки в электропроводке. Возможно, возникли они из-за постоянных перепадов напряжения в сети. У нескольких жителей деревни по этой причине неоднократно сгорали электроприборы. В чем были, в чем ушли на занятия, и вот в этом и остались. Все потеряли. Жигалины потеряли действительно многое. Свой дом, кредит на строительство которого им еще предстоит выплачивать 6 лет. Новое судо им пока не положено. Молодая семья, где растут двое малолетних детей и работает один только отец, попала в трудную жизненную ситуацию. Казалось бы, первыми на помощь должны были прийти чиновники сельского поселения. Однако, сославшись на то, что семья зарегистрирована в другом городе, никакой поддержки жигальным не оказали. Помочь пытались знакомые Надежды Алексея. Собирали средства всем миром. Помогли вот Златина, помогла тренер. Мы ходим вот здесь на Красные Крылья, Зубренок, на лыжную секцию. Вот они нас поддержали, да сразу стали организовывать в сборном. Что там необходимые вещи, первые необходимости. Злайте, вот в школу нужно было, там сразу портфель, канцелярские, видите, предметы. Погорельцев поддерживали кто чем мог. Местный батюшка помог со съемным жильем. Жить в семье было попросту негде. Чиновники сельского поселения временного проживания в маневренном фонде не предложили. Сегодня жигальные живут в Васильевском двухкомнатной квартире. От властей поддержки уже не ждут. Надежда Алексея надеется только на своих земляков. Жигальные планируют построить за весну и лето небольшой дом, чтобы к осени в него переселиться. Вот уже и блоки привезли. Какая помощь необходима? Ну вот то, что мы хотим опять заново строить дом. Вот нам, конечно, добыто что-то там. Строй материалами что-то там, я не знаю, там дерево, песок, щебень. Ну внутри там что все, как окна, двери, все это все заново придет, все сгорело. То, что в беде семья оказалась не брошенной близкими и друзьями, дает надежду, что свои планы, Надежда и Алексей, осуществят. Ведь рядом с ними много хороших людей. Вот и Злате в школе собрали средства на синтезатор. Девочка не прекращает занятия музыкой. Если у Вас есть возможность поддержать семью Жигалиных, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, Вы можете позвонить по телефону, указанному на экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...